Идея ТС-3 пришла из того, что есть сообщество Gislab, и сообщество Gislab, оно немножко подыхает, судя по форуму. Доброе, да? Да, просто так пахнет. Да, то есть, вы узнаете, это сообщество не как Апостеритмэп, оно посвящено нормальным серьезным Gis. И, соответственно, там сидят нормальные серьезные люди, которые приходят и говорят, дайте мне данных, или дайте мне какой-нибудь инструмент для решения моей задачи. Получают, что хотели, или получают ответ Эриксона, и уходят после этого, возвращаются. А те, кто старички, они либо забили на сообщество, либо сидят там и говорят, что-то мне скучно, давайте, что-то мне сделается. Это сообщество иногда проводит встречи, так и называется, встречи Gislab или семинары Gislab. Вот когда-то они проходили 4-5 раз в год, в прошлом году была, по-моему, одна только встреча. Вот, и все как-то сдувается. Вот, в то же время и сообщество по Стритмэп. Это несерьезные Gislab, поэтому она все время выглядит. Вот, но у него встреч тоже не очень много, по сути мы собираемся только на конференции и картовстречки. Вот, но картовстречки, это где нужно что-то делать, это поэтому привлекает не всех. Вот, а обычных встреч, чтобы чисто посидеть, поговорить, обменяться идеями, у нас традиционно только одна. Это январская встреча, которая обычно проходит в мелких палках в Москве. В некоторые годы она заменялась генеконференцией. Вот, и поскольку встреч получается немного, сообщества небольшие, я подумал, что было бы здорово все это дело объединить и провести такую совместную встречу. Так что теперь мы знаем, сколько активных участников двух сообществ сегодня. И толпу дону. Да. Вот, а это не конференция в полном смысле слова. То есть все мы знаем, что два с половиной месяца назад здесь проходила конференция «Открытный ГИС», где, в принципе, все, кто хотел что-то рассказать на публику, уже сказали. Вот, но, во-первых, прошло два с половиной месяца, мы, конечно, все активно работали на новогодние каникулы. Вот, а во-вторых, не хватает менее такого, менее официального мероприятия. То есть, что-то типа аналога Lightning Talks, короткий докладов с мероприятием. Когда можно прийти и рассказать про какую-то идею, которая пришла в голову, или про интересный сервис, который написал или нашел. Вот, или, не знаю, вот, смотрите, котятник нарисовал там карту. Вот, то есть, такие вещи, которыми делятся обычно не на конференциях, а как раз на неформальных встречах. Вот, то есть, то есть, как были вот эти у нас январьские встречи в мелких палках, там приходит человек 15, вот, или 20, даже как-то было, вот, и начинает там за обеденным столом там шуметь, пытается друг друга переключать там, а вот там, не знаю, совет, следите, что вам построить мэп, а вот там система тегирования плохая, ну, это осморька и слышит. Вот, и как бы ничего не слышно там. Сломали мультитуля, голодный. Да, ну, это уже как фоновый шум, то есть мы уже привыкли, а мы все сломали и сломали. Вот, то есть, все это, с одной стороны, какие-то идеи там высказываются, а с другой стороны, достигают из-за формы музыки, из-за еды четырех-пяти человек. Поэтому было бы здорово сделать такую часть мероприятия, где можно сказать, что-то интересное всем. Вот, и потом уже информальные вставки это обсудить. Так вот, что сегодня будет? Это, как я сказал, информальная конференция, здесь нет ограничений на длину доклада, как сверху, так и снизу. Уложились три минуты, офигенно. Уложились 30 минут, но постарайтесь без интереса. Нет ограничений на количество вопросов. То есть, если захотелось после доклада поговорить, что-то обсудить подробно, то есть какие-то вопросы или темы для обсуждения, ну, можно полчасика по-моему, про спорить. То есть, как угодно. Вот, то есть, ну и пять из двух частей. Первая часть это мы, ну, те, кому интересно, выходит, что-нибудь рассказывают с обсуждением с обсуждением всего этого. А вторая часть это, я надеюсь, что в то время привезут пиццу, которую я сейчас закажу, вот, и неформальная часть. То есть, можно будет посидеть, скажем, не здесь, в помещении, отдельных лаунжа там, или посмотреть, как там будет баскетбол играть, и пообсуждать вообще, что-то или на что-то. Как живем, где деньги. Вот, так что, повторюсь, неформальное мероприятие. Если хотите что-то сказать, здесь поднимайте руку и говорите. После того, как заказ закончится, просто говорите. Вот, если хочется что-то рассказать, если во время чего-то рассказывать пришла идея, ну, офигенно, как бы, что-то закончилось, поднимайте руку и выходите рассказывать. Вот, здесь есть компьютер с интернетом, так что, можно из интернета что-то показать, слышать и стукать. Вот, я думаю, что можно начинать.